Эфир телеканала Кубань 24 продолжает факты происшествия о самых громких криминальных событиях, чрезвычайных ситуациях и о тех, кто не в ладах законом. Ближайшие несколько минут с вами Марина Синникова. Здравствуйте. Двое работников автомойки за разбитый автомобиль поплатились жизнью. Убийство по горячим следам раскрыли туапсинские стражи порядка. По словам сотрудников краевого управления следственного комитета, тела двоих мужчин обнаружили в понедельник на обочине дороги села Дзибиркой. Перед смертью оба получили по несколько ударов ножом. Оказалось, что расправился с мощиками их же клиент, 38-летний житель Туапсе. Со слов задержанного, накануне он отдал свой автомобиль работникам автомойки, чтобы они его помыли. Между тем, на следующий день он узнал, что указанные мужчины взяли его покататься, допустили опрокидывание транспортного средства, вследствие чего машина получила механические повреждения. Разгневный владелец пострадавшего транспорта встретился с работниками автомойки. После непродолжительной словесной перепалки в ход пошло холодное оружие. Совершив убийство, мужчина скрылся. Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело. На Кубани ищут пострадавших клиентов туристической компании «Роза Ветров Мир». Закрылась она в июле этого года. Пострадали порядка 800 человек в разных городах России. В отношении руководителя фирмы было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Примерно в то же время о банкротстве объявили еще несколько туроператоров по всей стране. «Роза Ветров Мир» постаралась выполнить перед своими клиентами все финансовые обязательства. Тем не менее, уголовное дело не закрыто. Обманутые туристы еще могут обратиться в интернет-приемную Следственного комитета России. Необходимо предоставить документы, подтверждающие покупку турпакета у этого оператора. Шагнул с 16 этажа после ссоры на улице Лукьяненко. 25-летний краснодарец упал на припаркованный возле многоэтажки автомобиль. Вот фото искореженной иномарки. Есть версия, что молодой человек покончил с собой после того, как поругался с подругой. В распоряжении следователей есть и смс-переписка, коственно подтверждающая эти догадки. Сейчас по факту суицида проводится доследственная проверка. Поддельные сотовые телефоны пытались продать злоумышленники в Тихорецке. Горе предприниматели были задержаны прямо на рынке. Все подозреваемые уроженцы Ставрополья. Как рассказали они сами, аппараты популярной марки по цене полторы тысячи за штуку они приобрели в Краснодаре и собирались продать товар в разы дороже. Планы нечестным образом заработать нарушила Тихорецкая полиция. Задержанные знали, что смартфон и подделка гаджеты отправлены на экспертизу. В зависимости от ее результатов и будет решен вопрос о наказании. Смелые, а порой и откровенно опасные маневры показали краснодарские автомобилисты. В минувшие сутки сразу несколько таких аварий попали в объектив камер ЕДДС. Их покажем в традиционном обзоре. Сразу несколько любителей скоростной езды поплатили за свое пристрастие. Кто транспортом, а кто и собственным здоровьем. Так на перекрестке Ставропольской и Таманской Ниссан невольно наказал лихача, пытавшегося проскочить на красный, лишив его бампера. Удар был достаточно мощный, пострадал не только внедорожник, но и водитель. На Северной и Севастопольской также не обошлось без травм. Подъехавший к зебре скутер сбил другой мопедист. Пострадавшего госпитализировали. На красных партизан и Баумана седан, пытаясь обогнуть машину, врезался в ограждение. Легковушка, которая помешала беспрепятственно проехать, лишь подмигнула поворотником и продолжила движение, оставив висеть четырехколесного собрата на заборе. И в завершении высший пилотаж, который показала малолитражка на красной и Одесской. Машина стремительно ушла в вираж и на скорости протаранила стоящий на аварийке седан. Это все криминальные новости на сегодня. Если вы стали свидетелем происшествия или курьезного случая, снимите это на фото или видео и пришлите в редакцию канала. Вы сможете стать участником акции «Ты наш герой» и выиграть ценные призы. Подробности читайте на сайте, указанном на экране. Главное, не становитесь героями нашей программы. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.